Северодвинск Мы, естественно, посетили завод «Звездочка», на нас была возложена миссия поздравить руководителя, руководство этого предприятия. Приехал заместитель министра обороны, были депутаты Госдумы. То есть это событие стало всероссийского масштаба. Нами был также нанесен визит и экипажу подводной лодки. Мы тесно общались с командиром подводной лодки, с заместителем по воспитательной части. В то время, когда призыв в армию составлял два года, то действительно были представители северной сети на этой подводной лодке. Но в связи с тем, что сейчас срок службы составляет всего лишь один год, то срочники не успевают проходить подготовку для того, чтобы нести службу на этой подводной лодке. То есть сейчас экипаж состоит из контрактников. Мы являемся шефами данной подводной лодки и регулярно была оказана им и материальная помощь. То есть мы не понаслышке знаем, чем живет экипаж подводной лодки, какие проблемы у него. В самой подлодке уже более 20 лет, однако после модернизации дизельный корабль ждет еще 10 лет несения службы. После спуска на воду в ремонтном цикле наступает завершающий этап. Достройка продолжается на плаву. В конце этого года на Владикавказе пройдут швартовые испытания. Летом 2015-го подлодка выйдет в Белое море для выполнения программы заводских ходовых испытаний. Редактор субтитров А.Семкин